здравствуйте на библейский портал экзегет пришел очередной вопрос откуда в детях жестокость в этом вопросе уже есть определенная оценка мы общаясь с ребенком даем ему оценку вот он жестокий а вот этот вот хороший тот может быть хитрый а тот еще какой-то но степень нашей оценки насколько она объективна это все очень относительно мы кого-то считаем жестоким кого-то добрым но почему мы так считаем наверно может быть потому что этот человек как бы действует так как мы считаем правильным или не действует по отношению к нам он хорошо относится или не очень то есть это субъективная оценка если говорить в общем то каждый человек повре имеет повреждение греху то есть мы уже рождаясь приходя в этот мир вследствие грехопадения наших прародителей имеем вот это внутреннее повреждение и имеем склонность к греху дальше когда мы говорим о детях дети живут и вырастают не в каком-то вакууме они общаются со взрослыми и очень как губка очень быстро впитывают все те качества и все те образцы поведения которые есть у взрослых в первую очередь у тех людей взрослых людей которые являются для них авторитетами первую очередь у своих родителей и очень часто дети копируют образ своих родителей и вот мы как родители за собой часто не замечаем что мы в чем-то жестокий или может быть в чем-то хитрые или может быть в чем-то слабые а у своих детей начинаем это замечать поэтому если мы видим какие-то качества у детей которые нас беспокоят если мы видим что по нашему мнению дети как неправильно себя ведут первую очередь нужно посмотреть на себя а может быть где-то мы их научили этим качеством может быть мы где-то их научили так себя вести и тогда нужно первую очередь исправить свою жизнь и сделать так чтобы наша жизнь была примером для наших детей это очень сложно это очень непросто во вторых ну собственно опять же есть воспитание и ребенка мы воспитываем а что значит воспитание это значит мы стараемся прививать ему какие-то качества и общаться с ним говорить с ним учить его это наша обязанность родителей в первую очередь иногда бабушек и дедушек но так часто бывает что когда бабушки дедушки или какие-то посторонние люди пытаются вмешаться в этот процесс воспитания то это вызывает у детей такую агрессию отрицательное отношение поэтому в первую очередь и даже если мы хотим чем-то помочь ребенку мы должны это делать через родителей и стараться конечно воспитывать наших детей поэтому ничего удивительного в том что люди у как которые повреждены грехом а каждый из нас поврежден грехом где-то проявляет свои вот эти греховные качества но это значит что мы не должны этому как бы удивляться но это значит что мы должны подумать а чем мы можем помочь этому человеку вот этому ребенку который проявляет агрессию может быть это агрессия следствие того что с ним мало общаются на него мало обращают внимание и поэтому только через агрессию видя пример взрослых он может вот обратить на себя это внимание и постараться как-то привлечь привлечь внимание своих родителей старших поэтому конечно здесь важно важно помнить о том что главная задача родителей это воспитывать своих детей и это прививать им добрые качества обращать на них внимание разговаривать с ними ну и делать так чтобы действительно они могли проявить все самые лучшие качества в своей жизни ну а все недостатки могли преодолеть внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и